Мужской фактор является неотъемлемой частью обследования и лечения при бесплодии. Мужской фактор встречается примерно у 30-40% пар, у которых не получается забеременеть. Обследование при исключении мужского фактора очень простое. Это сдается 2 спермограммы с промежутком в 2 недели. Конечно, при обследовании бесплодия необходима консультация андролога. Теоретически говоря, мы, репродуктологи, можем сами оценить спермограммы и назначить ту или иную процедуру ВРТ и без помощи андрологов. Однако, так как ненормальные спермограммы часто ассоциируются с урологическими заболеваниями, для их исключения и нужна консультация андролога. Плюс еще андролог может попробовать назначить лечение, при котором показатели спермограммы могут улучшиться. В отличие от женского организма, конечно, у мужчин, способный к зачатию, может сохраняться до очень позднего возраста. Особенностью при старении мужской репродуктивной системы является то, что в самих сперматозоидах с возрастом может повыситься, хоть и незначительно, это количество мутаций ДНОВа. То есть, конечно, что мужчинам, что женщинам, мы как репродуктологи для рождения здорового потомства стараемся советовать зачинать детей пораньше, не откладывать это на очень поздний репродуктивный возраст. Но вот в отличие от женщин, мужчина может иметь детей в любом возрасте. Продолжение следует...